Белый снег, серый лёд на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом жёлтый дым, городу две тысячи лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Эти строки, пожалуй, знакомы каждому. Лидеру группы кино Виктору Цоя 21 июня могло бы исполниться 60 лет. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет внимание аудитории видеопрезентацию, посвящённую легенде русского рока. Аналитический центр «Нафи» провёл опрос специально ко дню рождения музыканта, согласно которому с его творчеством знакомы более 98% россиян. Наиболее популярной песней Цоя россияне считают группу крови. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О популярности Цоя говорит критик, автор телеграм-канала «Русский шаф» Олег Кармунин. У нас мало великих фигур, и с последнего времени их вообще практически нет. Но именно Цоя, на мой взгляд, остался и уже, видимо, навсегда останется беспрекословно легендарной фигурой в музыке, личностью которой производит впечатление на наше поколение и на последующее тоже. Песни Цоя, мне кажется, самые исполняемые песни на улице, потому что они и написаны таким образом, чтобы быть легко сыгранными. В этом простота и гениальность этой музыки. Именно поэтому из-за одновременной простоты и сложности и какой-то чувственности эту музыку и любят, и эту музыку играют. Виктор Цой родился в интеллигентной семье. Отец Роберт Цой по профессии инженер, мама Валентина Цой – школьный учитель физкультуры. Дедушку Виктора по отцовской линии звали Цой Син-Тюн, он был корейцем. Отец мамчика родился в Казахстане. Обычно представители этой национальности имеют средний рост, а вот Виктор рос до 184 см. Творческие наклонности мальчика проявились в раннем детстве. Ему было все опять, а он уже отлично лепил, рисовал и мог отстучать руками любую мелодию, даже сложную. Родители решили, что талант пропадать не должен, и Витя оказался в художественной школе. В пятом классе Виктор решил, что рисование его мало волнует и всерьез увлекся музыкой. В это же время он купил себе первую гитару, с которой практически не расставался. Музыка буквально ворвалась его в жизнь, и вот он уже подбивает друзей собраться в группу под названием «Палата номер 6». Музыка настолько овладела всеми его мыслями, что он готов был на любые жертвы, лишь бы стать обладателем 12-струнной гитары. Как раз в то время родители уехали отдыхать и оставили сыну определенную сумму денег. Он, не задумываясь, купил на них гитару. У него осталось 3 рубля, и на них были куплены беляши. Виктор был таким голодным, что смял их все и заработал проблемы с желудком. После этой истории сам Цой пообещал, чтобы лишен больше никогда в жизни есть не будет. После девятого класса Виктор решил продолжить учебу в Ленинградском художественном училище имени Серова, чтобы стать художником-оформителем. Но страсть к изобразительному искусству быстро остыла, так как большую часть времени юноша занимала музыка. Цой был отчистлен со второго курса за неуспеваемость. Виктор пошел работать на завод, а затем устроился в художественный реставрационный лицей номер 61, где осваивал профессию резчика по дереву. Все это было хорошо и здорово, но морального удовлетворения не приносило. Парень по-прежнему бредил музыкой. Он с каждым годом все больше понимал, что именно то дело, которому он готов отдаться, без остатка. Со своим соратником Алексеем Рыбиным Цой познакомился у Андрея Панова, лидера группы «Автоматические удовлетворители». Музыканты вместе выезжали на подпольные концерты Артемия Троицкого, проходившие в Москве. Виктор поддался уговорам друзей, и уже в конце 81-го года совместно с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским была создана рок-группа «Гарин и гиперболоиды». Спустя несколько месяцев артисты переименовали коллектив в кино и в таком составе вступили в знаменитый ленинградский рок-клуб. Интересно, что в группе с самого начала помогал Борис Гребенщиков. С Гребенщиковым Цой от своего случая. Виктор и Борис познакомились в электричке. У лидера группы кино была с собой гитара, и он спел спутнику песню «Мы мои друзья». Солист аквариума принял решение участвовать в судьбе нового рок-коллектива. Новое творение стало популярным на ленинградских квартирниках. В непринужденной обстановке слушатели тесно общались с исполнителями. Уже тогда Виктор Цой четко говорил о своих жизненных принципах, от которых не намерен был отступать. Следующий альбом «Начальник Камчатки». В честь названия «Котельник», где Виктор трудился, «Кочегаром» группа записала в 1984 году в новом составе. Теперь вместо Рыбина и Валинского в коллектив входили гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов, а за барабанной установкой сидел Георгий Гурьянов. В том же году группа кино стала лауреатом на втором Ленинградском рок-фестивале, оказавшись подлинной сенсацией для слушателей. В ноябре 1985 года в коллективе произошла еще одна замена. Александра Титова на посту басиста сменил Игорь Тихомиров. Этот состав команды не менялся до самого конца ее существования. В 1986-й стал годом пиковой популярности группы кино. Секрет ее составил в уникальном для того времени сочетании свежих музыкальных находок с простыми и жизненными текстами Виктора. Кроме того, песни рок-коллектива было легко исполнять под гитару. Этим группа обязана тысячам киноманов, распевающих композиции тоя в каждом дворе. После выхода альбома группы «Крови», представленного в 1988 году, киномания вышла за пределы СССР. Коллектив давал концерты во Франции, Дании, Италии, а фото группы все чаще появлялись на обложках популярных музыкальных журналов. Через год кино выпустило первый профессиональный студийный альбом под названием «Звезда по имени Солнце», и музыканты сразу же приступили к работе над следующей пластинкой. Лучшие песни из альбома «Звезда по имени Солнце» делали Виктора Цоя и группы кино «Бессмертными», а композиция «Пачка сигарет» стала хитом для каждого последующего молодого поколения государств бывшего СССР. В 1989 году концерты группы кино прошли во Франции и США. В июне 1990 года состоялся последний концерт Виктора Цоя и его коллектива в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве. Позднее материалы выступления были использованы в документальном фильме «Человек в черном». Песни Цоя перевернули сознание многих советских людей. В первую очередь имя музыканта ассоциируется с переменами в стране. Но сам Цоя воспринимал жизнь несколько иначе. Он говорил, музыка должна охватывать, она должна, когда надо, смешить, когда надо веселить, а когда надо и заставлять думать. Музыка не должна только призывать идти громить зимний дворец, ее должны слушать. Однажды в интервью с представителем СМИ Виктор признался, что считает себя противником перевоплощений. Самое главное для него – это оставаться самим собой. «У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет букв. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет слыждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые-белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что нужно – это несколько слов и место для шага вперед. У меня река, только нет моста. У меня есть мыши, но нет кота. У меня есть парус, но ветра нет. И есть еще краски, но нет холста. «У меня на кухне из крана вода, у меня есть рана, но нет бинта, у меня есть братья, но нет родных, есть рука, и она пуста». Что касается личной жизни, то в старшей школе Виктор Цой не пользовался популярностью. Однако уже к 20 годам личная жизнь артиста изменилась. Девушки толпами дежурили у подъезда любимого музыканта. Вскоре молодой человек встретил вторую половинку, которая была старше его на 3 года. Знакомство произошло на одной из вечеринок, где присутствовал артист. В первые полгода влюбленные ходили на свидания в парк, после решили жить вместе. Музыкант женился на Марьяне Цой, которая взяла ему сына Сашу. В будущем Александр Цой также стал музыкантом. Он оказался единственным ребенком Виктора, большего певца детей не было. Жена музыканта взяла на себя всю хозяйственную деятельность группы, помогала с концертными костюмами и организационными вопросами. В 1987 году во время работы на съемковании фильма «Асса» Виктор Цой познакомился с Натальей Разлоговой, работавшей ассистентом режиссера, и между ними вспыхнул бурный роман. Позже Марьяна вспоминала в интервью. Они с Натальей оказались разными по характеру женщинами. Супруга воплощала с собой вулкан страстей, а последняя любовь оставалась неприступной скалой. Официально пара не разводилась, и после смерти Цой Марьяна взяла на себя организацию выпуска последних его записей, а также неизбранных материалов. Виктор Цой с отцом и сыном уезжает в Прибалтику, снимает дачу под Юрмалой. Туда же к нему на какое-то время приезжает Юрий Каспарян. Музыканты делают черновые записи будущего альбома, работают над аранжировками. 15 августа 1990 года. Рано утром Цой уезжает на рыбалку. Чистая случайность, что он не взял с собой сына Сашу. В 12 часов 28 минут москвич Виктор Цой проезжает 35-й километр трассы Слоо-Каталси. На повороте внезапно выруливает на встречную полосу. В этот момент из-за поворота выезжает автобус Икарус. Лобовое столкновение. Легковой автомобиль сминает. Выдержки из милитейского протокола. Со скоростью не менее 130 км в час. Не справился с управлением. Смерть наступила мгновенно. Был трезв. Не употреблял алкоголь в течение последних 48 часов до смерти. По официальной версии Цой от переутомления заснул во время управления транспортным средством. Долгое время ходили слухи, что Виктор не заметил поворота, так как менял кассету в автомагнитоле. Однако подтверждений этому не нашлось. Причина смерти рок-музыканта до сих пор будоражит российское общество. Гибель певца стала шоком для страны. 19 августа 1990 года на прощание с Цоем собрались тысячи людей. Похоронен артист на Болгословском кладбище в Санкт-Петербурге. Многие фанаты не смогли принять известие о смерти кумира, покончив жизнь самоубийством. На том же кладбище недалеко от певца похоронена жена Виктора Марьяна Цой и также его мать Валентина Васильевна Цой. После смерти музыканты установили большое количество памятников в разных странах мира. В 1990 году после известия гибели исполнителя появилась стена Сцоя. В Москве поклонники творчества музыканта исписали надписями стену дома номер 37 на Арбате. Надпись «Сцой жив» и цитаты из его песен фанаты написали на стене, стараясь подчеркнуть любовь к популярному исполнителю. В дальнейшем стена памяти стала одной из достопримечательностей российской столицы. Режиссеры также не забыли о биографии популярного музыканта и продолжают снимать фильмы и по сей день. В 2012 году на экраны вышел документальный фильм «Цой кино» режиссера Евгения Лисовского. Летом 2018 года в Каннах состоялась премьера драмы Кирилла Серебряникова «Лето», посвященная началу творческого пути Виктора Цоя, его дружбе с Майком Науменко и взаимоотношением с супругой Майка Натальей. Музыкантов сыграли европейский актер корейского происхождения Тео Ю и лидер группы «Звери» Рома Зверь, а также на роль Натальи Науменко была утверждена Ирина Старшинбаум. К 60-летию музыканта в начале 2022 года в Москве в Центральном манеже была открыта выставка «Виктор Цой. Путь героя». Там представлены редкие вещи артиста, редкие фото, сценические костюмы, подделки и картины, созданные самим исполнителем. Проект получил поддержку от президентского фонда культурных инициатив. Творческое наследие музыканта неоднократно перерабатывалось с другими исполнителями, будь то Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», Вячеслав Бутусов или Полина Гагарина, которая исполнила песню «Кукушка» для фильма «Битва за Севастополь» в 2015 году. Даже дети поют песни Цоя. Так в третьем сезоне «Голоса» в слепых прослушиваниях «Кукушку» исполнила Ярослава Дегтярева. Его песни используются в качестве саундтреков, в качестве фоновой музыки, поются во дворах, перепеваются знаменитыми артистами. И можно с уверенностью сказать, что Цой жив. Звучит песни «Кукушка» Звучит песни «Кукушка» Звучит песни «Кукушка» Субтитры создавал DimaTorzok